Новости на телеканале Санкт-Петербург. В студии Дмитрий Володин. Добрый вечер. Итак, начинаем. Долгосрочное сотрудничество делегаций из Петербурга завершило работу Волгоградской области. Памятный знак на Мамаевом кургане торжественно открыл губернатор Александр Беглов. Русские сезоны в Париже, тысячелетия Крещенской Руси и ностальгия о памяти Великих Кутерье в Эрмитаже представили платья и костюмы Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. Вернуть миропорядок принципам равенства, недопущения господства одних стран над другими. Зампредседателя Совета Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Делегация из Петербурга завершила работу Волгоградской области. Подписан ряд документов о долгосрочном сотрудничестве. Утром губернатор северной столицы посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Также Александр Беглов встретился с жителями блокадного Ленинграда, которые сейчас живут в регионе. Подробнее об итогах визита расскажет мой коллега Александр Буренин. В Петербург и Волгоград. Найти общие черты несложно. Ну, самое простое город на Неве и город на Волге. Но важнейший, конечно, исторический аспект. Во времена Великой Отечественной войны оба города перенесли тяжелейшие испытания. Блокады Ленинграда и битва за Сталинград. Герои тех лет навсегда увековечены на мемориале Мамаев курган. И подвиги ленинградцев здесь, разумеется, не забывают. Александр Беглов излагает цветы на аллее городов-героев, отдельно остановившись, конечно, у надписи «Ленинград». После небольшой экскурсии по мемориалу петербургской делегации открывает памятный знак ленинградцам, погибшим при обороне Сталинграда. Это тысячи людей. Ленинград и Сталинград – одни из первых городов, которым было присвоено великое почетное звание города-героя. И вот сегодняшний день – это знак памяти и уважения к тем воинам-ленинградцам, которые защищали Сталинград. На двухсторонней встрече со своим коллегой Андреем Бочаровым Александр Беглов подчеркивает важность развития взаимного сотрудничества. Приоритетные направления закрепляют подписанием дорожной карты, которая рассчитана до 2026 года. Абсолютно затрагивают все сферы. Это и образование, здравоохранение, это промышленность, это система ЖКХ, это туризм в первую очередь. Не просто туризм, а патриотический туризм. Спасибо жителям Ленинграда, Санкт-Петербурга за сохранение исторической памяти и исторического наследия. Мы со своей стороны готовы дальше продолжать наше конструктивное взаимодействие, реализовать наши проекты в интересах жителей Волгоградской области, Санкт-Петербурга и нашего Отечества. Будет усиливаться и сотрудничество на уровне законодательной власти парламенты двух регионов уже давно находится ВКонтакте. У наших двух городов появляется особая миссия в сохранении именно исторической памяти. Но все-таки это первые города, которые стали, было призвоено почетное звание городов-героев. И в этом году к нам присоединился город-герой Севастополь, который вместе с нами ходил, первыми получал тоже это высокое звание. Мы надеемся, что к нам в следующем году уже подключится и Белоруссия, это Брестская крепость. Ну и дальше будем развивать это направление. Состоялась сегодня и встреча с жителями блокадного Ленинграда, которые сейчас живут в Волгограде. Некоторые из них – почетные жители Волжского региона. Но, несмотря на сегодняшнюю прописку, они подчеркивают – Ленинград, Петербург навсегда в их сердце. А воспоминания о блокадных днях до сих пор вызывают слезы. Я вспоминаю постель, и так лежу, вот у нас это радио, радио, тик-тик, тик-тик, вот, и вспоминаю, на потолок смотрю, и разводы там, начиная фигурки, там туда-сюда. Ну, конечно, основное – это была мечта о хлебе. В завершении встречи всем участникам подарили памятные подарки. Александр Беглов заверил, если кто-то из живущих в Волгограде ленинградцев захочет вновь посетить родной город, им окажут необходимую поддержку. И, конечно, пригласил их на предстоящее празднование 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Александр Буренин, Тимур Юнусов, телеканал «Санкт-Петербург» из Волгограда. Международные отношения необходимо вернуть к их первозданному смыслу, к началам равенства и сотрудничества. Об этом заявил зампредседателя Собьеса Российской Федерации Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Сегодня второй основной день центральной темы пленарного заседания стал суверенитет в праве. О чем еще говорили на полях форума, расскажет Александр Громов. Задача России – вернуть в миропорядок к принципу равенства, недопущения господства одних стран над другими. Об этом заявил зампредседателя Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание юрфорума. По его словам, после ухода Советского Союза баланс сил в мире был смещен. США и НАТО стали воспринимать произошедшее как свою победу. Именно этот перекос, который сложился в последнее десятилетие, по мнению Дмитрия Медведева, привел к деградации наднациональных юридических структур. А ведь им в середине 20 века многие государства добровольно передали часть своего суверенитета. Пока что вот такой миропорядок с позицией силы и доминирования нам пытаются навязать. Кто пытается навязать? Так называемый исторический запад или пресловутый золотой миллиард. Наша задача сегодня вернуть международные отношения к их первозданному смыслу. С началом равенства и сотрудничества. Развивая основную тему пленарного заседания «Суверенитет в праве», Дмитрий Медведев заметил, что на Россию, которая стремится проводить независимую политику, оказывается ощутимое давление, которое нередко выражается в самых агрессивных формах противодействия. Очевидно, что против нашей страны развязывается полномасштабная гибридная война. Наших врагов, их американские и европейские покровители усиданно накачивают летальным оружием всех видов. Поощряют террор в приграничных областях России и совершают диверсии политические убийства. Как раз сегодня на Юрфоруме в ходе панельных дискуссий обсуждалась инициатива депутатов Госдумы ввести уголовную ответственность за русофобию. По словам заместителя председателя Нижней палаты парламента Ирины Яровой, сегодня наша страна стала основным гарантом сохранения многополярного мира и стабильности в небольших странах. Агрессивная антироссийская политика, добавили эксперты, подрывает эти устои и проявляется как целый набор противоправных действий и атака на традиционные ценности. По словам инициаторов закона, в праве необходимо четко обозначить понятие русофобии и состав преступления. Это посягательство на серьезный государственный многонациональный гарант безопасности для всего мира. И разрушение вот этого уровня безопасности для других стран будет нести трудно вообще сказать какие последствия. Русофобия сегодня как идеология, как человеконенавистническая идеология, она направлена и против государства, и против человека, и против русского мира в целом. Это не просто моральная вещь, это может иметь вполне серьезные правовые последствия для этих людей. Над ними будет висеть решение суда. И поскольку все большая часть мира понимает, что происходит, то с течением времени, в общем, этим людям будет непросто. Я просто хочу указать, что это не фантазии, это очень практическая вещь. Для поддержки соотечественников Ирина Яровая рекомендовала Министерству иностранных дел открыть специальные офисы, в которых профессиональные юристы будут помогать пострадавшим от дискриминации составлять иски в зарубежные суды. Александр Громов, Юрий Соколовский, Александр Борисов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. В историческом парке «Россия. Моя история» в эти минуты проходит региональный этап общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Он учрежден по поручению президента Владимира Путина по итогам встречи главы государства с матерями солдат, участвующих в СВО. На фестивале зрители увидят документальные фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе, в ходе специальной военной операции. На прямой связи со студией наш корреспондент Александр Чуев, которому я и передаю слово. Да, коллеги, торжественное открытие фестиваля состояло. Сейчас в парке «Россия. Моя история» идет фронтовой концерт. Это особый жанр. Обычно такие концерты дают более скромное удаление от фронта для солдат, чтобы как-то отвлечь их от военного быта. Но здесь у организаторов обратная задача. Они наоборот хотят показать городским жителям, что же такое на самом деле эта фронтовая жизнь. В ближайшие дни в городских школах и вузах представят более 20 документальных фильмов. Режиссеры представят их сами. Картины расскажут о событиях на Донбассе за минувшие 9 лет, а также, конечно, о специальной военной операции. Перед зрителями предстанут судьбы солдат, врачей, военборов и поэт. И, конечно, музыкантов. Это настоящая глубинная такая корневая российская культура. И это настоящие артисты с большей буквы. Причем люди, которые не боятся поехать туда, где опасно, где сложно, чтобы увидеть это все, чтобы поддержать наших воинов. Публика на фронте – это солдаты, которые только что вышли из боя или которые сейчас идут в бой. И это не два отделения филармонических, а какие-то вещи. Вот, например, у меня акустическая скрипка, естественно, обычная самая скрипка 18 века. Я могу играть где угодно. Мне не нужна для этого никакая аппаратура. Я могу и играл в окопах, непосредственно в линдажах, на самой передовой. Для юных петербуржцев организаторы подготовили специальные, сокращенные версии документальных фильмов. Они будут проходить в сопровождении бесед о важном, а также почитают стихи и исполняют песни военных лет. Сами педагоги узнают много новых, важных подробностей о том, как нужно проводить такие патриотические уроки. Но главное, что на таких показах зрители смогут встретиться не только с режиссерами, но также с артистами, с участниками специальной военной операции и их близкими. И расспросить о том, что волнует. В Петербурге фестиваль до 14 мая, а потом творческий коллектив отправится в другие города-коллегии. На связи был Александр Чуев, ну а мы продолжаем. Необычные уроки мужества прошли сегодня в гимназии номер 227 во Фрузенском районе Петербурга. Участники боевых действий, ветераны войск специального назначения и армейского спецназа рассказали о боевых буднях. Торжественно патриотический праздник приурочили ко дню основания уникального музея спецназ за Отечество. Созданного преподавателями и учениками гимназии. Он такой, наверное, единственный в стране. Потому что армейский спецназ это такое направление, скажем, тот раздел, который не особо везде освещается. Именно вот армейский спецназ главного разведуправления, спецназ военно-морского флота, это подводные диверсанты, подводные пловцы и, конечно, это спецназ воздушно-десантных войск, которые сегодня, я считаю, успешно выполняют боевые задачи специальной военной операции. Напомню, музей в гимназии был открыт 7 лет назад. В основе экспозиции армейские предметы, переданные ветеранами боевых действий, их родственниками и действующими солдатами и офицерами. Среди выпускников гимназии более 50 спецназовцев. Именно погибших бойцов увековечены на аллее памяти и славы на территории учебного заведения. Под домашний арест суд избрал меру пресечения директору 691-й школы Невского района Ирине Корпицкой свою вину в деле о коррупции в учебном заведении она признала. По версии следствия, Корпицкая и два ее зама требовали от подчиненных денежные суммы в обмен на покровительство и повышенные премии. Так, за создание якобы благоприятных для работы условий педагог по музыке заплатила 32 тысячи рублей. Учитель иностранных языков 60 тысяч, а подсобный рабочий 110 тысяч. Руководителей образовательного учреждения задержали накануне. В рамках уголовного дела у фигурантов были проведены обыски дома и по месту работы. В тот же день им было предъявлено обвинение. Добавлю, что пристальное внимание школы удостоилось после задержания в прошлом году бывшего педагога учебного заведения по делу о развратных действиях в детском лагере в Кингисепском районе. В составе петербургского главка появилось новое подразделение, на которое возложен контроль за небом. Их задача обнаруживать беспилотники и задерживать их операторов. Первое дежурство мобильных групп подразделения прошло 9 мая. Они обеспечивали безопасность участников Парада Победы на Дворцовой площади. Группа использовала специальные средства подавления, а также антидроновое оружие. Несанкционированного доступа в воздушное пространство на территории Дворцовой площади, прилегающей территории, а также акватории Невы не допущено. В состав нового подразделения вошли сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях. А специальное электронное оборудование, взятое на вооружение полицией, предварительно было протестировано на разных видах беспилотных летательных аппаратах и показало свою эффективность. В Музее современного искусства «Арт-Муза» подвели итоги конкурса детской открытки «Боевой привет», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участниками стали ребята в возрасте от 6 до 17 лет. Конкурсные работы были выполнены в виде открыток. Это рисунки, аппликации, мозаика, калаш. Победители назвали в каждой возрастной категории. Было несколько категорий. Мы отбирали как из художественной составляющей, и чтобы тематики конкурса соответствовало, также и композиционное решение. Критерии оценки были достаточно жесткие для столь детского возраста. Работ было много, и выбор жюри был очень сложный. Выбрали лучшие, отталкиваясь от тематики конкурса в соответствии темы. В соответствии возрасту, чтобы ребенок точно смог выполнить подобную работу. Ну и, конечно же, художественное качество работы. Открытка должна быть открыткой. Лучшие авторы получили призы от Большого театра кукол, Музея железных дорог России и театра Театральная долина. В памяти великих кутюрье Эрмитаж представил платье и костюмы от Вячеслава Зайцева и Валентины Юдашкина. Все модели были переданы музею в дар. Среди них костюмы из коллекции Фаберже, русские сезоны в Париже, тысячелетие крещения Руси и ностальгия, выполненная из павловских платков, которые благодаря Вячеславу Зайцеву стали одним из символов русского стиля в мировой моде. Мы представили все, абсолютно то, что есть от этих мастеров в нашем собрании. Это 18 ансамблей, исполненных в модном доме Вячеслава Михайловича Зайцева в разные годы, с 1987 по 2013 год. И один комплект, один ансамбль Валентина Абрамовича Юдашкина, исполненный в 2009 году. Они оба певцы женской красоты. Среди экспонатов также два костюма из гардероба оперной певицы Елены Обрасовой, созданные по эскизам Вячеслава Зайцева. Увидеть шедевры российской моды можно в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Далее новости экономики в студии Аркадий Широградский. Добрый вечер. С чего начнете? Здравствуйте, Дмитрий. Начну с экономических проблем, которые обсуждались на международном юридическом форуме.